Депутаты парламента одобрили изменения в главный финансовый документ. Они предусматривают предоставление субсидий ряду государственных унитарных предприятий. Среди них завод хлебобулочных изделий, комбинат благоустройства и энергоресурс. Также денежные средства выделят на восстановление кровли дома на улице Гафеза 13. Крыша пострадала несколько недель назад от сильного ветра. Клава парламентского комитета Лангабадта представил проект закона об органе принудительного исполнения, предусматривающий внесение изменений, что позволит довести размер заработных платы пенсий до уровня российских. Службы студенческих приставов в 2020 году перешли уже на иной вид службы. То есть, когда мы, мы, государственные гражданские служащие и товарищи, коллеги ТВССТ уже относятся к правоохранительной системе. То есть, иной вид службы. В связи с тем, что мы на повышение заработной платы джуря, мы пенсионные обеспечения джурям, судим в 7-м рассекте. Они готовы к проекту соглашения ТВССТ, они ставят вопрос, то есть, кому охраняется, что мы на закате по аналогу Российской Федерации. Парламентарии единогласно поддержали представленный законопроект. Были рассмотрены и изменения в закон о службе в таможенных органах Республики Южная Осетия. В основании статьи 50-й по службе в таможенных органах РФ, они пользуются законом Российской Федерации о пенсионном обеспечении военнослужащих и органах внутренних дел. Это у них один закон, который обеспечивает не только таможенные органы пенсионного обеспечения, но и другие правоохранительные органы. У нас тоже так же прописано в нашем законе о службе в таможенных органах. Но в Южной Осетии у нас появилось впоследствии два закона. Один о воинской службе, другой о внутренних дел. По согласованию с российской стороной мы приняли решение, чтобы мы уходили на пенсию, так сказать, по закону МВД. На седьмом заседании сессии парламента депутаты рассмотрели еще несколько законопроектов. Здравствуйте, Кузаева Регина Чешткоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.